здравия всем с вами влад мадис в этом большом выпуске я покажу вам как живут люди в нью-йорке каким нью-йорк вы никогда не видели большая часть выпуска будет посвящена жизни на манхэттене и так поехали всякие представители мексиканская испанская элиты которые занимают все должности в перевозках constructions во всех обслуживающих персоналах везде они даже не обязательно знать английский язык они вообще не заморачиваются говорят только на испанском потому что большая часть нью-йорка говорит на испанском и всякие боссы во всяких компаниях тоже вынуждены изучать испанский чтобы общаться с персоналом потому что тут их как грязи очень-очень много и повторюсь они не хотят учить английский язык но им не надо вон справа мы видим ландромат cleaners так как в америке особенно тут ванхэттене нету нельзя ставить помещение стиральные машины в апартаментах все вынуждены ходить вот в такие вот ландроматы лондри и стираться вот так вот это выглядит самое что интересное с тобой в одном в одной стиральной машине мог постирать вещи и какой-то бомжара да это вот так вот выглядят рестораны в манхэттене вот такая вот пристройка сбоку летняя площадка и люди сидят этого мне рестораны в украине с большим рассмахом вот так вот это все по скромненькому внутри пару столиков и такая вот летняя площадка вот вид на манхэттен на 2 авеню из манхэттен 2 авеню везде видите он и баз это дорожки для парковки автобусов и с каждой стороны сейчас дойдем будет видно есть велодорожки правда тут велосипедисты полные придурки они носятся на своих велосипедах особенно на электро велосипедах и на красный свет на любой могут тебя сбить быть сбитым намного чаще вероятней велосипедистом чем машиной вот такие вот автобусы везде по своим районам каком-то из выпусков я вам расскажу как можно бесплатно ездить на автобусе полезная информация ну что ж пойдем дальше хоть и на красный нету автомобилей вот эти вот велосипедисты практически все они мексиканцы и испанцы вот дорожки бела на них надо быть очень осторожными идем дальше вот типичная нью-йоркская такси лицензия на которое стоило стоимость доходила до миллиона долларов это не обман это реально правда об этом рассказывал и тушкин своих выпусках многие другие блогеры вот еще один представитель местной элиты а вот еще короче как будто в мексике где-то тусишь везде вот эти классические пожарные лестнички которые мы видели во всех фильмах про бэтмена спайдермена и прочих супергероев марвелов и не только везде мусор мусор это неотъемлемый атрибут нью-йорка потому что у них проблема большая с мусором мусор сортируется несколько дней в неделю в каждом билдинге и выносится в определенное время на дорогу ставится если выставил его не в правильное время тебя штрафует санэпидемстанция причем жестко поэтому тут за этим следят все службы инстанции везде вот такие таблички чтобы собаки не гадили на газоны возле деревьев что вот так вот вот еще мусор до отсортированные лежит ждет своего часа звездного когда его заберут вот так вот выглядят все места под мусор и переработку нью-йорке возле домов все заставлено машинами припарковаться нереально и если ты припарковался не в нужном месте не в нужное время тебя сразу штрафуют ничего ты не сделаешь придется заплатить штраф штрафы здесь большие большое внимание уделяют сортировки картона переработки картон бумага вот такие вот мусорные баки в одни надо ложить только бумагу и все что с этим связано в другие металл стекло пластик это переработка и трэш он и трэш это только мусор все остальное отходы сейчас мы находимся на первом авеню из манхэттен и направляемся к дому мэра нью-йорка я вам покажу дом мэра нью-йорка и как мне рассказывали местные жители вот смотрите вот летит летит чудо в перьях они летят тут как ненормальные постоянно на своих велодорожках так вот отвлекся покажу вам дом мэра нью-йорка и напротив есть квартира которую снимал как рассказали мне местные жители которой жил киану ривз когда снимался в последней матрице и вот вот такие строительные лица строят абсолютно везде на улицах нью-йорка для безопасности жителей когда идет ремонт фасадов вот такие вот дворики есть внутри везде пиццерии ну честно вам скажу пицца мне в нью-йорке не нравится нас в одессе пицца намного вкуснее намного помодора там и так далее потому что вот смотрите еще вот типичный ресторан как вам ресторан такие вот рестораны вот в нью-йорке это вот тут-то выкинул матрас он еще пиццерии пиццерии 1 го там пицца пиццерии здесь на каждом шагу но мне они не нравятся это такая часть нью-йорка где манхэттена конкретно где немного небоскребов то есть тут их фактически нет вообще максимальное количество этажей этажей 30 вот такие вот здания но если вы хотите увидеть небоскребы то это не тут фармации это местные аптеки чтобы понимали аптеки тут совсем другие аптеках можно купить продукты хлеб воду пиво короче это грубо говоря продуктовый магазин но с отделом аптеки мы на пересечении 1 авеню и 86 улице из манхэттен а вон вдалеке сейчас дойдем те самые знаменитые кафешки старбакс опять же видите строительные леса значит идет ремонт фасада дома и для безопасности для безопасности жителей сделаны вот такие вот леса чтоб никому не разбила чердак безопасность граждан нью-йорка превыше всего вот магазин с бухлишком покупать можете только исполнилось вам 21 год вон увидим старбакс заходить туда не будем вот он испаньолы на велосипедах несутся навстречу утренней заре вот такие максимальные дома в из манхэттене в этой части 8 84 улица и 1 авеню он ваша на экран строит новый дом на манхэттене на мату кстати строят в притирку до такой степени расстояния между домами сантиметров 10 самое что ужасно если у тебя окна выходят на ту сторону где новый дом окна у тебя будут выходить на новый дом и ты останешься без естественного света и не можешь никому пожаловаться потому что всем тут пофиг увы но факт вот такие паркинги везде в час где-то от 16 до 22 долларов за парковку потому что если припаркуешься вот так вот можешь найти свою машину со штрафом или на колесо поставят такую и зажим ты не сможешь уехать короче american dream вот этот вот дом на втором авеню выгнали вот этого то что вы сейчас видите за пять месяцев пять месяцев назад это был только котлован стройка идет 7 утра где-то наверное до часов десяти вечера шумные работы часов до восьми везде барбершоп и и питомники временные для домашних животных они тут помешаны на собаках до такой степени чтобы он любит их больше чем детей вот такие вот сдают они на время работы в питомнике своих зверюшек потом их забирают получается для того чтобы проехать в автобусе или метро нужна вот такая метро карта одна поездка стоит 2 доллара 75 центов мне для того чтобы набраться до работы надо сначала поехать на метро потом на автобусе и то же самое назад то есть 11 долларов в сутки у меня должно уходить на проезд у меня не ходит ничего я вам расскажу потом в одном из выпусков как можно бесплатно кататься на метро и на автобусах но не на всех но на тех на которых езжу я можно ездить бесплатно повезло значит подходим вот такому автомату все надписи на двух языках на английском и на испанском я же говорил тут они в приоритете нажимаем вот на эту кнопку вставляем вот так вот метро карточку фуэра де сервису не работает к другому подойдем нажимаем на кнопку проплатили 275 вышел талончик но это я специально показываю для вас а вот мой автобус я вообще на них езжу бесплатно вот такие тут автобусы везде на конкретно с 86 повезло потому что можно заходить не в первую дверь вот мы приехали с истман ой перепутал и вот мы приехали с вестманхэттена на истманхэттен улица лексингтон моя обитель где я работаю каждый день наматываю тут километров по 10 пешком тут находится один из самых больших нью-йорке h&m или как он там правильно h&m короче модники поняли и скопление банков с одной стороны bank of america с другой стороны банк chase с третьей стороны вот там чуть дальше city bank короче банки на каждом шагу и магазин best buy тут кстати по крутым ценам очень можно купить технику у них очень большие скидки сейлы идут постоянно телевизоры и ноутбуки отдел apple короче кто хочет купить по недорогим ценам технику и через amazon так за кэш и через карточку чтобы сразу получить в руки рекомендую best buy так идем дальше совершаем прогулку по истманхэттену по улице лексингтон тут вот сейчас вдалеке видим стоят такая будочка видите нью-йорк напичкан вот такими будочками с фастфудом стать очень качественная еда и вот в этой конкретно будочки работает мой друг афганец говорит немножечко бегло на русском говорит на испанском и английском и продает кофе всем по 2 доллара мой франкар и силой то и продает кофе всем по 2 доллара но мне по доллару я его постоянный клиент мы дружим очень переживает душой за украину так как сам с афганистана и пережил войну и продает по доллару кофе также за доллар еще продает не бегал с бегал с это бублики такие большие вкусные у них с разными начинками так что за место 4 долларов я каждый день трачу на кофе и бегал с 2 доллара вот формате опять же аптека давайте ради интереса даже зайдем формате если тут разрешена съемка покажу вам как аптека изнутри выглядит вот мы зашли в аптеку типичную видите продукты продаются чипсики а вот отдел пошел уже конкретно с лекарствами можно купить лекарства а тут пивасик сразу можно купить в аптеке так запить лекарства пивасика чтоб лучше подействовало и пиццей заесть если кому надо лед и машинки детям сразу же а вон отдел рецептуры фармации видите где написано еще закрыта просто еще даже восьми часов утра нету тут тут можно купить по рецепту либо посоветоваться с фармацевтом короче вот так вот выглядят все аптеки я тоже немножечко подофигел изначально для нас аптека это там где лекарства а тут аптека это там где еще и пивасик различный вот так вот ребята молнинг все очень приветливые со всеми надо здороваться как идем дальше вот видите еще одна из будочек по большей части в них работают представители местные элиты это мексиканцы и испанцы и их тут как грязи везде и эти места не оккупированы тоже ну и в дальнейшем все-таки мы дойдем до дома мэра продолжаем прогулку по из манхэттену обратите внимание в какую плитирочку припаркованы все автомобили ну по большей части что вы понимали это еще большое расстояние потому что в основном они припарковываются всегда вот так а еще бывает еще меньше расстояние и вообще у них проблемы с парковкой и с тем как выезжать припаркованного места потому что по большей части это происходит вот так в притирку вообще сплошную причем с обеих сторон и когда они выезжают они цепляют друг другу бамперы поэтому очень многие используют защиту от придурков я сейчас покажу как это выглядит один из вариантов вот так вот такие вот накладки на передние на задние и на задние бамперы ставятся тирекс чтобы тебе не царапали бампер не отбивали у меня мой товарищ у него такой вот наподобие белый джип живет в бруклине у него машина в лизе то есть в аренде с правом выкупа и у него спереди и сзади стоят такие вот накладки либо люди ставят кенгурятники не для красоты а для защиты от дебилов это факт если будем идти еще увижу что-то подобное покажу вам сейчас мы идем по восемьдесят девятой улице сторону парка набережной и дома мэра и самое что интересное недалеко от дома мэра находится 505 билдинг где жил определенное время киану ривз все вам покажу это мы сейчас находимся на первом авеню спускаемся вниз по направлению йорк авеню везде велосипедики ездят вон они все они как правило либо блэки либо латиноамериканцы потому что они занимаются доставками там и так далее и смотрите самое интересное вон светофор вы можете подумать что я иду на красный цвет но тут всегда когда меняется свет светофора включается такой таймер 15 20 10 секунд где как и люди имеют право переходить не торопясь себе дорогу и не парятся что и кто-то собьет потому что это как бы что-то вроде перехода между красным и зеленым светом как у нас то есть бац загорелся красный не факт пошел секундомер обратный отчет и ты идешь и себя спокойно переходишь через дорогу кстати еще тоже представители местной фауны обратите внимание опять же строительные леса все безопасно все прочно очень чтобы людям ничего не упало на голову не повредила никого не покалечило и вот еще вот парковочки до платные вот тут можно поставить на полчаса за 8 долларов 45 центов плюс такс такс это налог тут на все налоги абсолютно выглядит это внутри вот так вот спускаешься и паркуешь на машину вот доставка fedex по городу везде они так высочат в общем по поводу парковок если ты так паркуешься сразу же из-за дерева из-за угла появляется неприятный человек который тебя штрафует сразу выписывает штраф и с ними нельзя как наших странах постсоветского пространства договориться давай договоримся я тебе там дам 200 гривен того или еще что то не не получится тут у них все официально все фиксируется отменить это нельзя оспорить можешь только в судебном порядке но это настолько геморрой на тут во всех инстанциях такая как же это даже правильно сказать тут во всем не то что коррупция бюрократия такая это пипец ребята тут чтобы доктору записаться короче тут чтобы записаться к доктору нужно получить appointment appointment это назначение на данном случае назначение к врачу и и вот например жена моя имела неприятный опыт зубами разболелись у нее зубы в общем сложности все это заняло несколько месяцев ты не можешь как у нас заплатить доктору там или договориться позвонить что как зачем почему не это нереально ты тут если у тебя страховка у нас страховка по программе you for you для всей семьи называется на медикейт в общем по страховке мы обращаемся потому что зубы лечить и за наличку очень очень дорого это может стоить несколько тысяч долларов а это и до 10 тысяч долларов дойти в общем обратилась жена по страховке есть сказали приходите сделали снимок зубов после снимка сказали теперь надо подождать от двух до четырех недель пока страховая компания подтвердит что она оплатит снимок подождали месяц страховая компания подтвердила снимок вызвали ее опять посмотрели опять на зубы и сказали теперь в следующий раз мы вам назначаем новый appointment через две недели будем вам лечить зубы пришла на через две недели сделали ей к временные пломбы сказали через две недели мы вас ждем опять мы будем вам ставить коронки пришла она еще и через две недели есть стали делать коронки в общей сложности это заняло несколько месяцев поэтому ребята честно american dream далеко не american dream тут все так сложно тут каждую бумажку можешь получать несколько месяцев тут доктору попадаешь блин не сразу же это все долго происходит но честно нью-йорк это цитадель сумасшедших людей тут на каждом углу какие-то психи стоят рут что-то и я как уже рассказывал своем стендапе мне кажется что они все с ума сошли потому что ну они получили appointment к доктору это было все очень долго у них голова болела и в итоге они его не дождались потому что сначала болела голова потом горло потом астма лихорадкой а потом в итоге сошли с ума потому что тут нью-йорка либо ты сошел с ума либо сдох одно из двух пока дождешься этого гребаного appointment к доктору так ребята смотрите вот он 505 билдинг горка веню и 88 стрит тут на втором или на третьем этаже жилки а ну ривз недалеко от парка когда снимался в последней матрице об этом мне рассказали местные аборигены поэтому в каких апартаментах он конкретно жил я не знаю я знаю что жил он в этом билдинге ничего такого привлекательного вроде бы в на не вне на внешний вид но вы знаете океану ривз известен тем что он неприхотлив и его можно и в метро встретить и на улице к сожалению я еще ни разу не встречал так что надеюсь все таки встречу когда-нибудь вдруг хороший тогда контент получится идем сейчас по 88 стрит в сторону йорк авеню сторону парка где находится дом мэра там всегда стоит полиция рядышком охраняет понятно так что продолжаем наше турне самое интересное что по поводу парка в каждом в каждом парке бесплатные туалеты причем довольно таки чистые с туалетной бумагой с мылом совсем ну цивилизация принципе так идем дальше вот такие вот тут необычные балкончики тут не многоэтажные здания это тебе не район таймскуэра или еще чего-то тут все такое простенькое и вон вдалеке мы уже начинаем видеть дом мэра вон стоит бусик нью-йорк палис департмент припаркованный и дальше мы увидим маленькие полицейские машинки пошел такой вот вид на водоем я к своему стыду до сих пор не знаю какой точно это водоем полиция а вот наш карл шульц парк в нем находится дом мэра я мэра не видел думаю что он где-то внутри может один из домов мэра без понятия раньше тут стояли такие маленькие полицейские машинки сейчас их нету только одна полицейский бусик стоит и давайте спустимся к набережной потому что вид просто бомбический отсюда отправляются теплоходики корабли на остров свободы где стоит статуя свободы и можно прокатиться бесплатненько если есть удостоверение гражданина нью-йорка айди можно прокатиться сторону таймс-квера или в каком-то другом направлении тут очень много бегунов они вообще американцы помешаны на бег на беге бегают все и на собаках вот на собаках они до такой степени помешаны вообще собак любят больше чем людей детей ведь сейчас конечно будет обалденный просто-напросто так ребят вот такая вот набережная тут очень много бегунов очень много загорающих всяких подруг в лифчиках и не только значит вот набережная откуда отходят теплоходы к статуи свободы и другие экскурсии по другим местам значит видим мост да тут очень много мостов таких он очень похож на бруклинский на манхэттенский мост это вот мы видим историю квинс район квинс называется а вон где маяк это у нас груз вид алан остров рузвельта который вроде бы как долго принадлежал семье рузвельта того самого который был президентом и там находится заброшенная психиатрическая больница которую очень много использует во всяких фильмах ужасов там и так далее одна из достопримечательностей в общем рузвельт остров и история квинс район сейчас просим как водоем называется sorry sen can i ask you one question it's a hudson river истреба not who john hudson i'm so appreciate it have a nice day thank you thank you sir да так что ошибся видите это истреба адзин гудон рива находится совсем с другой стороны в общем вот так вот выглядит эта часть манхэттена ближе к квинсу острову рузвельта и к истреба и к дому мэра и квартире киану ривза когда-то прошлом ну что пошли как всегда на красный это тут в моде все всегда ходят на красный и остановился машины как-никак еду обычно когда машине тут все прутся на красный что хотел еще рассказать и показать сейчас я вам покажу сеть магазинчиков деле называется тут все кто мечтают стать миллионером пытают удачу пытаются короче выиграть в лотерею большое количество всяких американских лотерей и люди пытаются покупают себе лотерейные билетики в надежде выиграть там миллион три или больше я пока людей которые выиграли не знаю могу только показать как это выглядит такие лотерейные вот так вот это короче выглядела куча лотерейных билетов цена от доллара 2 5 10 и выше ну я если покупаю я иногда покупаю за 10 долларов больше чем 40 долларов еще не выигрывал но это еще все впереди короче когда садишься в автобусы m86 открывается все три двери на входе стоит вот такой терминал оплата за проезд почему-то именно в этом м86 только такая фигня остальные автобусы открывают только переднюю ты обязан платить перед водителем он смотрит за тем чтобы ты оплатил тут зашел сделал вид что оплатил никто тебя не проверяет поэтому можно ездить бесплатно на работу вот такой вот лайфхак ребят касательная лайфхака с бесплатным проездом как проехать зайцев это только лайфхак но учтите что ходят контролеры которые ловят любители ездить зайцем и штрафуют штраф составляет 100 долларов да не много не мало 100 баксов поэтому это просто как лайфхак тем кто попал в нью-йорк и хочет бесплатненько прокатиться пару раз постоянно так делать не рекомендую я тоже так постоянно не делаю иногда но иногда если деньгами совсем напряг можно сделать и так но повторюсь контролеры совместно с полицейскими иногда могут поймать и оштрафовать они берут твои данные смотрят твое удостоверение и штраф присылают тебе на почту так что такие вот дела сейчас будем кстати проезжать мимо того самого знаменитого централ парка которым снимают многие фильмы в котором кевин из один дома бегал от бандитов вон он прямо вот по курсу в централ парк на виду централ парк вест вот такие вот школьные автобусы везде ездят деток отвозят школы так и сейчас с обеих сторон и с этой стороны и с этой стороны будем видеть восточную часть централ парка там очень много интересного централ парке это стоит отдельного ролика потому что централ парк это как мини-город там есть и зоопарк и каток и замок и куча всяких амфитеатров чем мини-город и оттуда очень красивый вид на манхэттена открывается с гигантского водоема особенно классные места где камни расположены такие как валуны как мини-скалы на которых кевин бегал в фильме и встретил эту женщину которая с голубями была в автобусах хочу есть вот такая вот веревка видите шнур если за него дернуть срабатывает остановка ну как водителю идет сигнал что нужно сделать остановку и говорят плюс акси дзюдор он делает остановку но только на остановках на положенных местах вот так вот и вот такие желтые поручни их надо нажимать когда выходишь на остановке тогда дверь быстрее откроется хотелось бы еще рассказать про новострой в нью-йорке вот смотрите это старая часть города тут между двух домов влепили новый новострой вот это вот все выгнали буквально за пару месяцев и обратите внимание какое маленькое расстояние между домами буквально сантиметров 10 самое что интересное что у людей окна выходят вот сюда вот на эту сторону то есть людей оставили без солнечного света без света дня и вот это на каждом углу вот такая тема новый дом строят человек остается без солнечного света в этом конечно большой недостаток нью-йорка не знаю как в других городах но в нью-йорке именно так минимум расстояние максимум гонят новострои и забирают у тебя солнечный свет идем дальше направляемся к очень красивому месту называется карл шульц парк мы там были там находится дом мэра но я хочу показать сегодняшнем выпуске как выглядит сам парк там очень много всего интересного и особенно понравится собачником увидите почему я уже говорил что конкретно американцы нью-йоркцы они помешаны на собаках этот их страсть не сколько на катах обычно иногда можно встретить кого-то кто идет таким рюкзаком в рюкзаке прозрачная передняя часть как выглядит это как будто какой-то иллюминатор аквариум вовнутрь как будто засунули там сидит кот а с собаками они нянчатся как не знаю кто возят их в колясках иногда идешь и не знаешь коляске ребенок или собака потому что там мы ханимой летел мой дотам и сам а там смотришь этом псина лежит причем сена одетая как ребенок в обуви с неодупленным таким взглядом а особенно и очень круто иногда идешь идет какой-то здоровенный качела и просто тупо на плече несет собаку там дубермана или боксера и ты в афиге полностью собака наверно устала и они решили понести собаку вот так вот выглядит девяносто первая улица пересечения с третьим авеню это все у нас есть манхэттен нью-йорк спортс клапс и напротив юнайтед стоит пост офис вот тут вот я кстати отправлял назад бракованные ноутбуки которые купил в амазоне и мне прислали их не рабочем состоянии пришлось вернуть их на почту за свой счет заплатил я 10 долларов и еще мне сказали что у меня неправильная упаковка но в моем случае мне сделают исключение и разрешат мне отправить все равно но купите у нас за 5 долларов скотч почему неправильная упаковка оказывается саму коробку надо было запечатать только прозрачным скотчем я запечатал синим вот такие его дела да ребята вот видите обратите внимание стоит электроскутер он пристегнутый на такой замок в нью-йорке ничего нельзя оставлять без присмотра на пару минут потому что украдут моментально подумают что выкинули оставили на улице и заберут себе тут же как многие наверно в курсе они если покупают новые вещи они старые просто выносят ставят на улицу ну там новый телек вышел 23 года у него 20 года телек вынес его поставил на улицу и все телек рабочий все обалденно функционирует у меня стоит дома плазма 55 диагональ инсигния называется с со смартам с ютубом с боже мой как он называется сериалы там где показывают там где игру престолов снимали а этот netflix вот netflix netflix и я просто напросто шел и увидел его стоящим на улице стоял этот телек без пульта разве что пульт заказал на амазоне за 10 долларов и все суперски он далеке мы видим очень красивую такую готическую католическую церковь их очень много очень много и я удивленная на этому внимание в каком-то выпуске покажу вам церкви и все отличается от наших церквей до безумия нас пришел сразу же крестишься на входе стоят папы какие-то песнопения нет тут совсем все по-другому католическая вера очень сильно отличается их с костел и очень отличаются ты заходишь туда на входе такой как маленький фонтанчик со святой водой садишься скамеечки все начали на расслабоне ходят что-то там рассказывают после службы они все идут и пьют кофе вниз в бейсмент в подвал там у них кофейни общаются то есть церковь особенно по воскресеньям для них это не связь с богом а это место для общения для встреч с друг с другом и поделиться сплетнями новостями и так далее вот опять же вдалеке мы видим деле магазинчик они это недели это дава не знаю может а этот бывший парень бузовый тут открыл себе дава 91 да вот так вот выглядят улицы манхэттена это у нас второе меню вот кстати еще одна из цифра surprise cleaners laundry одна из прачечных куда люди приходят постираться потому что не в каждом билдинге не в каждом доме есть лондри прачечная в подвале как оказалось недавно узнал об этом будет у меня отдельный ролик и shot что в некоторых апартаментах все-таки можно устанавливать стиральные машины и сушилки я со своим напарником сантьяго установил 2 в двух апартаментах стиральную машину и сушилку но это большое исключение в основном они все ходят стираются вот в такие вот лондри где-то на улице находя ну не в пределах дома вот это надо идти но вот например в том билдинге в котором я живу в гарлеме мне повезло у нас шикарная лондри внизу в подвале в бейсманте все передвигаются на электротранспорте сейчас находимся на первом авеню 91 улице по поводу бездомных и нищих и сумасшедших вот такие вот персонажи находятся на каждом углу еще они любят сидеть с прозрачными пластиковыми стаканами там должно быть несколько минут монет они трясут этими стаканами кричат корин спорнс то есть мелочь подайте мелочь в таком плане и еще отдельно наверное покажу вам некоторых персонажей которые обитают у меня на районе где я работаю на алексингтон там есть отдельно люди которые постоянно находятся поиски чего-то это так не рассказать это надо будет показывать вот такое вот здание комьюнити интеллект сервис поить что это такое не знаю но очень интересно и school bus так что я думаю это мы рядом с какой-то школой вот они знаменитые американские школьные автобусы на которых собирают детей и возвращают целостность целостности и сохранности домой вот american fura такой серый оптимус прайм продолжаем дальше вон опять же видим парковку early bird для ранних птичек и 1267 долларов тут у нас это мобайл прайм клиник мобильная клиника для животных вот я же говорил они помешаны на своих ценных них даже мобильные клиники для животных стоят на улице так что такие вот дела вот так вот тут вот не они гуляют с детьми по большей части не они тут либо черные либо латиноамериканцы вот мне сейчас он помогал не снимайте на видео нельзя снимать детей и его не надо чтоб снимали но я вам показал вот как выглядит тут вот не они и усатые не они не усатые не они которые гуляют с детьми народ не всегда хочет чтобы его снимали на камеру особенно я думаю будет с этим проблема у меня гарлеме ну ничего как-нибудь справимся так мы добрались до ист-энт-авеню ходим карт шульц парк поднимаемся по ступенечкам проходим тот самый дом мэра про который я рассказывал прошлом выпуске идем по направлению к обители любителей домашних животных собачникам вот такие вот лавочки везде все довольно таки мило везде стоят вот такие вот таблицы показываются и птицы водятся в этом парке знаете какая особенность вообще америке я заметил их парков белки просто на каждом дереве я не знаю если получится я засниму покажу но просто просто тут на улице вообще нету бездомных собак бродячих кошек всех животных отвозят питомник животные находятся в питомнике три года если за три года им не нашли хозяина их усыпляют а белки тут это что-то вроде кошек у нас на улице я наверное сделаю ставочку из другого ролика кота снимал что вы посмотрели какое количество белок парках просто напросто прыгает просто как птицы как голубей он люди сидят парке опять же вот эти вот няне детям песенки играют под гитару как это у нас туалет но в туалет на заходить не будем мало ли вдруг там кто-то делает свои дела меня не гуляют с детьми сейчас я вам покажу очень красивую арку в этом парке эти целый концер для детей устроили значит очень красивая такая готическая парка парка арка заговариваюсь вот эти белки смотрите вот так вот на каждом шагу белки и они вообще не боятся людей понимаете этот белка на меня наверно прыгнет и укусит меня как крыса в общем тут их тьма таракань да ну что я вам и говорил белок полным полно вот еще одна побежала 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 короче белки тут это вообще как собаки бродячие у нас в каждом парке обитель белок смотрите значит вот такая вот готическая арочка очень красивая я сюда иногда люблю приходить на ланч посидеть почилить покушать спокойно никому нету очень все зелено постоянно поливается садовниками на это садовники называется не знаю мы всегда грязно естественно какой-то быдло оставила все и ушло вот такой вот памятник какой-то какой-то девушки женщине он опять же табличка карл шульс парк какие птички тут для они это какие цветочки и цветочки очень красивое место особенно если ты хочешь на расслабиться отдохнуть на протяжении долгого дня вот поработал и пришел на обед ты идешь сюда тут вот любят собираться мамочки песенки петь не они детям представление устраивают очень красивая набережная я вам ее уже показывал это из труева которая выходит на с одной стороны queen's а правее на остров рузвельта ай ссори рузвельта до грузовик рузвельт айланд мосты со всех сторон люди сидят отдыхают не напрягаются особенно тут очень много стариков они любят погулять на по этой набережной пообщаться друг с другом вот такие вот строения вот такие вот бегуны разного возраста и вот она начинается обитель собачников я надеюсь их там все немного все обычно их очень-очень много они там любят часа друг с другом нахваливать своих питомцев сейчас покажу с одной стороны у нас площадка баскетбольная тут дети не только баскетбол играют видимо тут занятия какие-то в школе с другой стороны у нас обитель собак вечером их тут очень много видите всевозможные псины маленькие и большие гуляют короче рай для любителей собак вот такой вот парк место где можно отдохнуть покайфовать почилить послушать песни как поют деткам понаблюдать за собаками если вы их любите и получить кайф от общения с белками вообще принципе классно потому что все находится на берегу водоема чистый воздух не загазовано ну и конечно же куда и без хомлес без бездомных бомжи это основная достопримечательность нью-йорка они есть везде и от них никуда не уйти с ними веселее всегда есть материал для контента он один из представителей лежит себе снял обувь отдыхает спит или таких тут очень и очень большое количество на каждом углу сейчас мы находимся на парк авеню это широкий проспект сейчас покажу вам очень красивое место вот так вот он выглядит видите вот тут строительные леса идет реконструкция вот так они все огораживают такая защита чтобы если что-то падает палого внутрь и непосредственно на крышу строительных лесов которые находятся внизу чтоб никому чердак не разбила и вот такой вот памятник что-то похожее на шахматы не могу понять что целом не понимаю я конечно кому этот памятник но не страшно главное что красиво так вот посмотрим со всех сторон парк авеню 92 93 street он далеке мы видим небоскребы 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 я маленький такой да вдалеке они находятся а мы находимся в той части где небоскребов нифига нету но тут тоже очень красиво я думаю что будет о чем рассказать раз пройдемся дальше отдельное внимание конечно хочется уделить в очередной раз их католическим церквям католические церкви и костелы выглядят просто бесподобно сейчас покажу вам один из них напротив находится не один из самых красивых конечно не готический такая вот часовня с крестом наверху везде колонны там у них по воскресеньям проходят всевозможные службы обратите внимание четырехполосная дорога в одну сторону и четырехполосная дорога в другую сторону на проспекте парк авеню и всегда вот самая крайняя полоса поставлена машинами самое что интересно они паркуются постоянно и на второй полосе ставят машину на аварийку но это конечно стрёмно потому что в любой момент могут появиться соцслужбы эти парк парку парковщики и оштрафовать просто-напросто поэтому я бы так не рекомендовал не рекомендовал делать но видите все так делают особенно всевозможные спектрум это интернет очень распространенный и обратите внимание в основном это машины то предоставляют какие-то услуги хитинг вентиляция то есть отопление вентиляция механические работы пламбинг хитинг это сантехника и отопление все они вот паркуются так вот во второй полосе на аварийке по этой стороне идет очень много билдингов которых сдаются апартаменты тут как правило фактически никто из жителей нью-йорка не и он кстати машина чистящие улицы от грязи и когда машины вот так вот припаркованы на обочине это создает проблему этим машинам и их могут оштрафовать то самое интересное так вот большинство жителей нью-йорка наверное процентов на 80 не имеют своего жилья они все живут в аренду от начала до конца жизни снимают апартаменты самое что интересное что если они где-то там проштрафились или во время не заплатили или еще что-то то могут начаться если идет нарушение договора аренды могут могут начаться судебные разбирательства судебные разбирательства могут дотянуться конечно до полугода и в это время они продолжают жить в апартаментах но потом если они проиграли суд если они что-то там накосячили что-то испортили или не платили вовремя то придется компенсировать все расходы в том числе и судебные кстати вот вдалеке сейчас мы увидим небоскребы манхэттена видно да и вот маленькие машинки есть cleaners чистка одежды я вот рядышком прямо с этим магазином и все продаются средства для мытья для чистки для всех возможных поверхностей кухонных ванной все для чистки вон вдалеке мы видим высокоэтажное здание и купол красивой готической католической церкви она находится на улице лексингтон я там внутри никогда не был думаю что еще побываю вот он парк авеню вот он парк авеню есть манхэттен вот вблизи это католическая церковь все выглядит необычно да для нашего взгляда такие постройки красивые как в каких-то фильмах старинных заостренный купол все в готическом стиле не хватает только каких-то горгулей сидящих на крыше и напротив магазин органический органический вот так вот я кстати уже рассказывал что в Нью-Йорке очень популярны вот такие вот киоски с постфудом их очень много на улице вон можно вдалеке увидеть еще один а он вдалеке еще один они стоят на каждом углу и местные жители или кто тут работают постоянно покупают еду и не боятся что отравятся или что-то будет не так что какое-то несварение желудка все довольно таки приемлемо вкусно и недорого кофе стоит где-то в районе чай от полтора доллара до двух с половиной где-то в среднем маленькая маленький стакан чая стоит доллара полтора и кофе большой в районе двух доллар семьдесят пять и есть большая порция такая самая где-то в районе на двух с половиной долларов а вон вдалеке немножечко стоит чувак который продает что жареные орехи я ни разу не покупал но люди покупают вот лифт спуск в метро сабвей для тех у кого есть тележки или инвалидные коляски кто передвигается на них или кто просто с колясками и грузом можно спуститься на метро в метро на лифте а вот спуск для всех по лестничной площадке вон туда и ты попадаешь в метро сейчас покажу вон там и бронс все мы нью-йоркском метро в сабве вот так вот это выглядит вот так вот это выглядит вон как раз стоит поезд с другой стороны карточки ты проводишь тут либо тут либо оплачиваешь с телефона вот тут и пополняются карточки или покупаются вот в таких вот терминалах английский, испанский, тайский вон там вон там что-то мне показали так я не понял что вон видите перескочила через турникет и пошла села в метро очень распространено ну выходим из метро очень популярные в нью-йорке магазины таргет переводится с английского цель в таргете можно купить мебель, продукты лучше всего выглядит это в поле вот так вот такая вот собака стоит символ таргета в магазин мы идти не будем там съемка запрещена вот вышли вот еще один пиоск с едой кофе у них нету я спрашивал только кола и пепси и вон магазин с одной самой популярной мобильной связью сотовой связью как тут говорят или с мобильной неважно короче с мобильной связью д мобайл это один из самых популярных операторов вот все люди из которых работают со мной в одной фирме у них у всех мобайл достойные тарифы хорошая связь и самое главное что они не продают списки номеров своих клиентов с кемеров ну мошенникам которые звонят и обманывают по телефону тут тоже очень распространена эта система как у нас в Украине например в Одессе что любят позвонить и каким-то голосом говорит мама я попал в аварию срочно вышли 10 тысяч гривен тут такие разводы тоже есть но в основном это конечно тут происходит для того чтобы получить доступ к твоим данным чтобы вот еще кстати платочек с едой получить доступ к твоим данным чтобы сосканировать твой голос и добраться до твоего банковского счета да кстати по поводу макдональдс как бы без макдональдс все таки мы находимся в Нью-Йорке в Америке а Америка это что? это столица макдональдс покажу вам сейчас как выглядит макдональдс в Ист-Манхэттене ничего особенного и еда тут полный отстой в Украине в Одессе в макдональдсах еда намного вкуснее тут это все сделано для для рабочего класса это вам не ресторан такая забегаловка и рабочий класс особенно испанцы мексиканцы индусы они непривередливые в еде поэтому для них непонятно как готовят в этих макдональдсах и едят и довольны потом сходили в туалет опустошили прямую пешку и пошли дальше на работу вот так вот работает вернее выглядит макдональдс самое что интересное к сожалению их сейчас нету у них очень распространен вид попрошаек которые стоят и тебе открывают дверь хотят за это деньги в каком-то из выпусков покажу потому что вот просто тупо подходишь к магазину или к ресторану или к макдональдсу там уже и стоит такой чувак бомжеватого вида и открывает дверь и руку такую протягивает типа мелочишку типс чаевые дай мне он кстати как и обещал вот прислужник стоит у двери сейчас когда кто-то будет заходить он будет открывать дверь в надежде на чаевые такой мега бизнесмен предприниматель местный опа видите открыл дверь деду бабки опа в надежде получить чаевые но не получил так что вот так вот весь день он будет стоять держать дверь всем и тут такие на каждом шагу реально постоянно держит дверь открытой тем кто выходит пацаны малолетние но они ему естественно ничего не дадут так что у каждого заведения такой мега бизнесмен предприниматель значит еще одной отличительной особенностью Нью-Йорка и вообще Америки является то что алкоголь ты не можешь купить отдельно в продуктовых магазинах или супермаркетах это специальные магазины они как правило называются либо wine либо wines and liquors только там продается алкоголь видимо на это нужна лицензия какая-то определенная и пиво или вино ты можешь купить в любом супермаркете или фармате в аптеке а вот конкретно виски коньяк водка очень распространенная тут кстати водка американская семь звезд все продается только в специализированных магазинах еще очень много вот таких вот магазинов 7-11 видите на значке нарисована семерка называются они Eleven это как правило продуктовые магазины небольшие также там продаются всякие моющие средства бытовая химия тоже и опять же видите ларёчек с мексиканской едой тако, буррито и так далее также очень много машин по городу с доставкой FedEx вон через дорогу мы видим тот Макдональдс который я уже показывал идем как всегда на красный свет тут все ходят на красный свет машины тормозят сильно поэтому успеваешь перейти я сначала к этому не мог привыкнуть соблюдал правила перехода через дорогу сугубо на зеленый свет но когда начинаешь тут жить какое-то определенное время становишься уже как местный абориген как местный житель блин все побежали и я побежал вот эти паркомат кто припарковался должен оплатить парковку в таком автомате чтобы твою машину не оштрафовали вон кстати магазин обратите внимание это все здание это магазин какие козырьки на каждом окне очень оригинально мне почему-то это здание напомнило чем-то магазин кокон в Одессе недалеко от Афины кто из Одессы тут понял напротив этого милицейского полицейского участка не знаю почему-то смотрю на это здание напоминает мне кокон так идем дальше вот очень распространено во многих районах вот такие вот как лавочки как это лавочки короче где продают одежду типа секонда вот так вот висит она и ценники на ней там 5 иногда 7 10 final короче сейл 7 долларов 10 долларов на самом деле секонд-хенд секонд-хендом и малоимущие подходят и покупают себе это ну потому что малоимущие что сказать вот помнится еще один бездомный тут очень-очень много достопримечательность Нью-Йорка психи и бездомные этому стоит посвятить целый выпуск наверное в дальнейшем очень большая движуха очень большой поток людей и это с учетом того что это пятница на часах сейчас у нас 12.37 а если речь идет о вечернем времени то вообще поток людей просто напросто сумасшедший а если взять не этот район и район кстати вот видите это все доставщики еды они доставляют еду в разные места города на мопедах и на велосипедах и вот эти вот велосипедики они как раз самые обезбашенные они ездят на любой цвет светофора абсолютно на любой и могут сбить тебя в любой момент вероятность быть сбитым велосипедистом намного выше чем автомобилистом и это факт вон кстати очень знаменитые тут магазины экологически чистой еды whole foods вон он там питаются в основном богатые американцы богатые жители нью-йорка потому что еда экологически чистая не содержит никаких вредных добавок примесей и кто следит за своим питанием спортсмены или просто люди у которых много бабок они покупают как правило еду в whole foods она конечно значительно дороже чем в мгновенных супермаркетах типа лидл трейдл джо такие вот супермаркеты ой что хотелось показать вам еще сейчас наверное дойдем до магазин каннабиеса каннаби сейл у них всегда сейл вот обратите внимание иногда тут еще плакаты да вот легализирована полностью травка ты можешь в любой момент зайти купить себе по рецепту в лечебных целях и накуриться очень часто идешь и просто идут всевозможные люди с разным цветом кожи и косячок себе курят и это абсолютно нормально это делается при полиции это законно видимо там до определенного какого-то там количество грамм я не знаю я в этом не разбираюсь вот эти перевозчики юхол компания это если вы переезжаете куда-то то можете взять в аренду такой трак я когда переезжал от своего брата из кармеля это за нью-йорком в нью-йорк непосредственно на манхэттен я арендовал вот такой вот трак и ехал на нем за городом блин по шоссе на сумасшедшей скорости блин как мне казалось на сумасшедшей скорости просто была очень плохая погода и был дождь и туманно и я жал у меня педаль просто давилась в пол ребята я отвечаю сейчас проедет это ну кстати вот с ненормальной громкостью орут эти скорые а пожарные еще гонки уши лопаются перепонки просто взрываются кровь с ушей идет так вот по поводу вот этого вот трака арендовал я этот трак юхол и ехал по трассе и мне кажется что еду на сумасшедшей скорости педаль реально вдавил вот в пол а она больше 110 миль не едет большой американский флаг такое вот заведение с березками нарисованными надо будет приложить видео как я сидел первый раз за рулем трака знаете что самое интересное я тогда мы на тот момент уже не сидел за рулем месяца три все не больше и пришлось сесть чтобы перевести свои вещи от брата в новую квартиру за руль этого мини грузовичка самое что интересное страшно было сильно погода была плохая но обстоятельства заставили потому что как показала практика когда позвонили узнали сколько стоит взять водителя нанять сказали где-то в районе 500-600 долларов поэтому я на свой страх и риск сел за руль этой машины и довез благополучно себя жену и нашу мебель вот так вот мой муж устроился работать возить товары на вторую работу давай сейчас давай аккуратно думали что брехня думали что он мажор а вот оно как жизнь поехал ну что гайз надеюсь вам этот выпуск понравился если да то ставьте пальцы вверх подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик пишите комментарии и помните я подружу вас с нью-йорком всем пока а 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